Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Виктория Ортис. Здравствуйте. Боевики продолжают обстрелы. За минувшие сутки, 1 февраля, в зоне АТО погибли двое украинских военных. 14 получили ранения, 6 боевые травмы. Об этом 2 февраля сообщил спикер Минобороны Александр Матузяник. Кроме того, по его словам, в районе Авдеевки погибла и мирная жительница. Как и раньше, боевые действия под Авдеевкой вчера велися в целодобовом режиме. Противник продолжает атаковать наши позиции. Обстреляем место с всего наявного оружия. Это приводит к новым страдания цивильных людей и уничтожения в жительных кварталах. Вчера в день правоохранители нашли тело местной жительницы, которая погибла от противного снаряда. И по последним данным пресс-центра штаба АТО, сегодня в результате обстрелов погибло двое украинских военных. 9 человек ранены. В Украине активизировали расследование так называемого дела Курченко, связанного с деятельностью Одесского нефтеперерабатывающего завода и контрабандой нефтепродуктов. Продолжит тему наш корреспондент Иван Леонтьев. По делу Курченко, следствием создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители прокуратуры, полиции, СБУ и фискальной службы. Первым результатом ее работы стало понимание того, как работала преступная схема. Это, в свою очередь, дало возможность объявить о подозрении нескольким фигурантам дела, включая самого беглого олигарха Курченко. Первые результаты, которые касаются миллиардных фиктивных действий, связанных с нафтопродуктами, которые заезжали на территорию Украины, фактически в режиме транзита и реэкспорта, после переработки на нафтопереробном заводе, должны выезжать за ее территорию. По словам прокурора, следствие установило, что в преступной схеме участвовали должностные лица Одесской таможни и налоговой службы, а также руководители фиктивных частных предприятий. Результатом противоправной деятельности стало попадание на территорию Украины почти миллиона тонн контрабандных нефтепродуктов, а стране был нанесен ущерб на сумму миллиард двести миллионов гривен. Другого лютого поведомлено про подозру трьом службовым особам митных органов, поведомлено їм за статтями подробления официальных документов, зловживания службовым установщем, а также способництво в ухилене от сплаты податков в особо великих размерах. Кроме того, еще на минулому тижне двум службовым особам приватных предприятий также оглашено про подозру о зловживании своим посадовым установщем. Первые результаты активизированного расследования – это лишь начало в предстоящей цепи разоблачений и арестов. Главное, по словам прокурора, то, что следствие пришло к пониманию, как именно работала преступная схема. Иван Леонтьев, Вячеслав Лоштаба, Думская ТВ Впервые после национализации «Приватбанка», которая состоялась в конце прошлого года, глава правления Александр Шлопак дал оценку текущему состоянию финучреждения, а также рассказал о перспективах продажи «Привата». Подробности в сюжете наших киевских корреспондентов. С тех пор, как «Приват» стал национальным, в стране два сберегательных банка. Вкладчики озадачены, как последний будет делить рынок со «Приватбанком» и не грозит ли им это неприятными сюрпризами. Переконаны, что мы думаем и по вопросам процентной политики, мы думаем и про возможный определенный подел рынка. Так случилось, что «Приватбанк» больше работал с клиентом корпоративным, он не работал с мелким и средним бизнесом, и тут я не думаю, что мы будем очень заважать один одному. Международный аудит банка, о первоочередной необходимости которого говорили и в правительстве, и в парламенте, до сих пор не проведен. Прежний аудитор дисквалифицирован. Другого все еще ищут. Поэтому о подготовках к продаже «Привата» говорить не приходится. Также Александр Шлопак уверил, «Привату» удалось возобновить все свои финансовые позиции. Лилия Априль, Роман Семенов, Дмитрий Двоченков, Думская ТВ Одесситы против зонинга. Суд так и не начал рассматривать дело по сути. В ходе заседания общественники предоставили дополнительные доказательства. А мэрия – целый том возражений. Продолжение в сюжете. Со стороны ответчика выступали представители управлений архитектуры и градостроительства и экологии. От комментариев чиновники отказались. Самыми важными из новых доказательств представитель ИСЦА считает документы получены от разных министерств. Это один из трех исков против Горсовета с требованием отменить план зонирования. В документе есть десятки несоответствий законодательству, считают одесситы. Самые большие нарекания зонинг вызывает из-за возможной застройки исторического центра и побережья, говорят общественники. ИСЦОВ возмущает формулировки возражений, изложенные мэрией. Наши права не нарушены. То, что там будет строиться, грубо говоря, у меня под окнами вместо парка будет строиться многоэтажка, это меня не касается. Потому что я не живу в этом городе и мои права не нарушены никем, потому что не являюсь предметом господарования. Обе стороны попросили время для изучения документов. Следующее заседание состоится 17 февраля. Сегодня в районе Привоза прохожие заметили подозрительного мужчину, поэтому решили вызвать полицию. Подходящего под описание человека правоохранители обнаружили на перекрестке улиц Преображенская и Пантелеймоновская. Продолжение следует... Проблемы с законом. Потемкинскую лестницу закрыли до конца апреля. Об этом в эфире вечера на Думской сообщил научный руководитель компании-реставратора. За это время планируют завершить облицовку парапетов и лестничных площадок новым гранитом. Кроме того, отреставрируют ступени из старого гранита и установят их на прежние места. Ранее работы выполнялись с частичным перекрытием лестницы. Окончание реставрации запланировано на конец весны 2017 года. Технологически это удобнее, это правильно, это позволяет правильно состыковать вот ту выполненную часть, той, которая еще не выполнена, и ускорить работу. Два года без Кузьмы в Одессе прошел рок-концерт, приуроченный к годовщине смерти известного украинского композитора и шоумена Кузьмы Скрябина. Напомню, артист погиб в автомобильной катастрофе 2 февраля 2015 года. Мероприятие состоялось возле стены Скрябина. На памятном вечере солисты исполнили песни легендарного музыканта. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Святыню расположили в Свято-Преображенском кафедральном соборе. Многие одесситы пришли в храм попросить исцеления души и тела. Мощи пробудут в соборе до 6 февраля. Устроение мира и согласия с верой, что Господь умудрит неразробных и даст силы перенесения всего того, что Он посылает нам для спасения нашей души. И к новостям спорта. Василий Ломаченко свой следующий бой проведет против чемпиона мира по версии WBA Джейсона Сосы. На счету у белгороднестровского боксера 25 поединков на профессиональном ринге. Бой пройдет 8 апреля. В городе Оксанхилл на новой арене Соса уже заявил о том, что готов победить Василия Ломаченко. Ранее Аккерманец отметил, что планирует сразиться со всеми обладателями чемпионских поясов в своей весовой категории. Это вся информация к данному часу. Хорошего вам вечера в компании Думской ТВ. С нами всегда интересно. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.